Первые признаки разрыва отношений Боязнь сказать что-то, что может разозлить вашего парня-девушку. В основном, просто боязнь высказывать свое мнение. Мы остаемся вместе ради детей. Сколько раз я слышал, как супруги говорили это перед тем, как с головой уйти в горькую разлуку, душераздирающе. Как ребенок разведенных родителей после развода, дела обстояли в 10 тысяч раз лучше, не сразу. Потому что, очевидно, это было травматично, но в долгосрочной перспективе точно лучше. Находиться в домашней обстановке с двумя людьми, которые ненавидят друг друга и постоянно ссорятся, было намного хуже, чем общаться с ними по отдельности. Легкое раздражение из-за всего, что говорит другой человек. Моя девушка, кажется, часто так поступает и это расстраивает. Я бы хотел прожить пару дней без ее восклицаний. Ой, боже, ты самый надоедливый человек на свете. Но она заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо из моих знакомых, так что она не всегда была сварливой. Я был со своей женой почти 25 лет, и ссоры случаются с нами снова и снова. Каждый раз они заканчиваются одним из трех способов. Мы признаем это, и один из нас уезжает в отпуск в одиночку, чтобы мы могли провести время отдельно друг от друга. Один или оба из нас идут на терапию. Мы можем подраться, постукать друг друга, говоря вещи, которые обычно нельзя сказать. Я очень люблю свою жену, и она меня тоже. Но если вы не решаете вопрос с первым или вторым вариантом, приготовьтесь к третьему варианту. Вариант третий – отстой. Я слышал, что самый главный убийца брака – это обида. Если вы накапливаете обиду на свою вторую половинку, вы постоянно думаете худшее об этом человеке. И однажды вы увидите, что ваш единственный путь к счастью – это прекратить отношения. Уловка состоит в том, чтобы прямо решать проблемы, много говорить, делать все возможное, чтобы не обижаться. Это всегда легко, и оба партнера должны быть готовы к работе над собой. Один мой знакомый социолог сказал, что он с вероятностью больше 90% уверен, 90% может узнать, разводится ли супружеская пара или нет, на основе 30-секундного разговора между ними. Даже если они смеялись или шутили, он мог сказать, исходит ли шутка от обиды, и заключить, что они в конечном итоге разойдутся. Реальность такова, что даже действительно крепкие и позитивные отношения могут иметь множество проблем, описанных в этой ветке. Однако, когда вы оба влюблены, вы прорабатываете конфликты и тяжелые эпизоды жизни. И если вы оба можете взглянуть на свои отношения и сказать, да, в целом я очень счастлив, это обычно знак того, что вы в состоянии преодолеть эти проблемы, которые для нелюбящей друг друга пары будут сигнализировать о надвигающемся разрыве. Когда даже разговаривать с партнером кажется тяжелой работой. Не делать что-то вместе для удовольствия или отдыха. Конечно, иметь отдельное хобби – это нормально. Может быть, один занимается книжными клубами, а другой занимается садоводством, и они занимаются этим отдельно. Но когда вы абсолютно ничего не делаете вместе, кроме вещей, которые являются обязанностями или работой, отношения идут к коту под хвост. Мой партнер говорит, что именно поэтому он знал, что его брак с бывшей был обречен. Она никогда не хотела заниматься с ним чем-либо, даже делами, которые ей нравились, или, по крайней мере, не были противными. Она также никогда не просила его присоединиться к ней, чтобы заняться чем-то вместе, за исключением семейных обязанностей. Не говорить о проблемах и позволять им накапливаться внутри. Когда вы думаете, что вы просто такой, хотя никогда не были таким в прошлом. Пример. Я думаю, что я просто придерчивый и чрезмерно критичный человек, хотя раньше никогда в моей жизни этого не было. Когда вы в конце концов расстаетесь, вы понимаете, что отношения потребовали от вас определенных изменений, и это заставило вас меньше нравиться себе. Вы можете свободно быть тем, кем вы являетесь на самом деле и кем хотите быть. Взгляды, которые они стреляют друг в друга, на улице или на публичном мероприятии. Я видел, как две пары обменивались взглядами через стол и всю комнату. Чистая ненависть. Допытывать друг друга без причины. Дополнительные баллы, если это приходится делать, когда вы наедине. Даже еще больше баллов, если они бы с легкостью сказали все это публично. Когда вы все больше и больше боитесь рассказывать другому человеку, что вы делали, пока его не было. Для меня это было именно это, и понимание того, насколько он контролирующий. Это никогда не начинается сразу. Я всегда видела своих друзей каждый день и занималась своими делами, пока он работал вечерами или ночами. Постепенно он больше начал заставлять меня не видеться с друзьями. Я ужинала с подругой и боялась сказать ему об этом. Я начала придумывать оправдания и отказываться от всех, потому что потом мне было утомительно бороться с его гневом. Это одна из тех вещей, которую вы не понимаете, пока не выйдете из отношений. Если перефразировать работу Брене Браун, это серия тихих, но растущих предательств. Это мелочи, которые складываются как сложные проценты. Это не что-то большее, как обман. Это такие вещи, как игнорирование чувств другого, когда вы думаете, что ваши боли важны, или при уменьшении беспокойства. Изменено. Я говорю о предательстве естественности, о безразличии, о том, чтобы отпустить связь, о нежелании тратить время и усилия на отношения. Если бы мне пришлось выбирать форму предательства, которая чаще всего возникла в моих исследованиях, это было самым опасным с точки зрения разрушения доверительной связи. Я бы сказал, разъединение. Когда вы предпочитаете проводить большую часть времени не с ними. Я люблю проводить время с женой. Вот почему она мой лучший друг, потому что именно ей я хотел бы позвонить, чтобы пообщаться. Я не хочу, чтобы люди неправильно меня понимали. Время, проведенное отдельно, это здорово, абсолютно нормально и очень важно. Но я знаю пары, которые могут быть просто как соседи по комнате, и я не знаю, насколько они счастливы вместе, когда они, по сути, никогда не бывают вместе. Постоянная критика. Никакой привязанности. Воздержание от близости. Манера никогда не признавать свои ошибки и постоянно обижаться на другого человека. По моему опыту, сделать татуировку с вашим именем – это всегда бесполезное дело. Вселенная не позволит такому ироническому потенциалу остаться нереализованным. Ощущение, что тебя трудно любить. Ваша вторая половинка не общается с вами так, как вы хотите. Она просто изменилась, и это можно почувствовать. Вы чувствуете себя одиноким в своих отношениях. Накручиваете себя. Когда общение становится утомительным, и вы чувствуете, что почти каждое действие партнера – это пренебрежение к вам. Игнорирование проблем вместо того, чтобы говорить о них. Партнер внезапно перестает разговаривать с вами и почти не ведет значимых разговоров. Беспокойство о том, что единственная перепалка приведет к разрыву отношений. Если вы считаете, что разрыв неизбежен, то это потому, что это так. Я не осознавал этого, пока не был какое-то время в отношениях с кое-кем, кто угрожал уйти от меня из-за любого разногласия. Внезапные изменения в поведении, особенно когда им нет разумного объяснения. Например, раньше партнер очень хорошо отвечал на текстовые сообщения, но внезапно начинает тратить часы на ответы на простые сообщения. Это огромный сигнал. По моему опыту, это всегда верный признак того, что он-она разорвал с вами отношения и отвечает, будто это для него как бремя или раздражение. Раньше партнеру нравилось оставаться на ночь у вас и гулять с вами часами, но внезапно он успевает встретиться только за ужином или за чашечкой кофе. Опять же, теперь он-она видит общение с вами как бремя и обязанность, а не что-то из своих приоритетов. Раньше партнер редко использовал телефон, когда проводил время с вами, но теперь он переписывается половину времени, когда вы видите друг друга. Возможно, чтобы написать другому парню, девушке, который вошел в его или ее жизнь. Партнер не был поклонником выпивки и вечеринок, но теперь любит ходить с одинокими друзьями три раза в неделю. Значит, он-она активно ищет кого-то, кто заменит вас. Раньше партнер всегда поднимал любые вопросы, которые его беспокоили, но теперь настаивает на том, что все в порядке, несмотря на очевидное изменение поведения. Считает, что общение с вами о проблемах не требуется, потому что в его, ее голове все уже позади. Раньше партнер любил держаться за руки, обниматься, физический контакт и близость, но внезапно перестал хотеть, чтобы вы к нему прикасались. Когда все это происходит, это почти верный знак, что все кончено или скоро закончится. Показательный пример. Когда я был самой последней девушкой, с которой я встречался, она всегда страстно целовала и обнимала меня всякий раз, когда мы расставались. Она также говорила милые вещи вроде «Я буду думать о тебе до конца дня» или «Мне правда неприятно, что мы не можем побыть друг с другом дольше» и тому подобное. Во время нашей последней прогулки, когда мы расстались, она просто поцеловала меня и сказала «До свидания». Я сразу почувствовал, что это скоро закончится. И я был прав. Если один партнер постоянно подает сигналы о том, что он или она не уважает второго, это признак того, что отношения могут быть на грани провала. Это может быть что-то столь же незначительное, как постоянно оставлять стакан с водой на столе, даже если партнер неоднократно просил положить его в посудомоучную машину. Я серьезно. Супружеские пары фактически разводятся из-за множества тонких сигналов о том, что люди не уважают друг друга. Я бы предположил, что это не обязательно определенное поведение, а изменение поведения. Если ваш партнер из тех, кто обычно звонит 3-4 раза в день, чтобы проведать вас и внезапно перестает, это плохой знак. Если ваш партнер относится к тем людям, которые обычно уважают вашу конфиденциальность, например, ваш телефон, но внезапно проявляет любопытство каждому полученному вами текстовому сообщению и так далее, это тем более нехороший знак. Конечно, это не означает, что отношения движутся к разрыву, но изменение поведения может указывать на серьезные изменения в другом человеке. Будь то депрессия, беспокойство, сторонний роман или просто легкое недовольство. Общение – ключ к успеху. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий, и, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok